Вы скажите все то, что думаете, ну вот обо всем происходящем, все свои мысли как есть, желательно цензурные, если вы можете себе это позволить в таком положении, и представьтесь обязательно. Нет, я буду держать. Меня зовут Игорь. И фамилию Игорь? Ростовков Игорь. В прошлом пожаре погибла миссия Спаса Бадаш Аленова, моя жена Ростовкова Елена и Кройна Витяшина. Семь, пять. Погибли они, потому что они были заперты в зале кинотеатра, и об этом нигде не говорится. Мы звонили оттуда, просили помощи. Нас здесь заперли, мы задыхаемся. Никто не помог, потому что, когда пожар вспыхнул, все, в принципе, смогли спастись и убежать. А люди, оставшиеся в кинотеатрах, не смогли это сделать. И это факт. Я сегодня целый день смотрел новости утром, и про то, что люди заперты в кинотеатрах, и то, что об этом все прекрасно знают, потому что я был в штабе вчера. Целый актовый зал людей, и все своих людей теряли не на детских площадках, как это по новостям говорили, а именно в зале кинотеатра зачерпывали. Ну, там просто все. Не было шансов на спасение. Здесь все остались, и там убирать. Вот, что я хочу сказать. Ну, по поводу ситуации здесь, вообще ситуации в целом. Опять все замалчивалось, что не говорит ни о чем. Мы сейчас сидели, собирали с разных источников людей точно не 64. Залы кинотеатра. Машина до сих пор была. В выходной день, там было уже, по некоторым информациям, 350 человек погибших. Суда людей всю ночь возят, хотя мы пока в штабе были. Нам говорили, что нет, и пока никаких источников... Смотрите, нам. Пока никаких источников за... Ну, то есть, в смысле, не разбирается никого, жертв пока нет. А на самом деле, уже здесь мы узнали, то, что людей возили уже с самой ночи, и возили в целом никого. Поэтому это нам просит. Говорят, что там пострадавших, точнее, погибших 64, но у детей из них там, у столички. Это детские там, детские мультики показывали там людей уже от 200 до 350, по разному, сочеки было. Вот так. А вот такой вот у меня вопрос есть. Есть ли у вас какие-нибудь знакомые люди, которые были в контактном зоопарке? Ну, то есть, их дети, может быть, что-то знаете о них или... Про третий этаж, про контактный зоопарк ничего не скажу, но по моему предположению, вероятнее всего, люди оттуда могли спастись. Потому что сгорание все-таки с четвертого началось, и дым был, и была возможность. Но там двери никто не запирал. И вот еще раз смотрю, из-за всего актового зала, в котором люди собрались, да, то есть, потеряли сверху, у каждого, у каждого были именно в контактном терапии. Потому что там была возможность спастись и выбежать. Было три зала, один из них был не запертый, оттуда люди выбежали. Два зала были заперты на ключ. Они звонили, я, если честно, как бы на последнюю числа что-то терапия. Потому что, когда они звонили, просялись, дали. И слова были такие, нас здесь заперли, мы задыхаемся, спасите нас. У меня, к сожалению, был горд, туда приехала моя мама быстро. Были МЧС неподготовленные, без шлемов, без всего. Они просили, она просила, на коленях там валялась, говорит, в кинотеатре люди, там пять моих детей. Моя сестра, дочь, трое внуков из Нахара. Пять детишек моих, спасите их, пожалуйста. Не стояли, просто угорали. Там нет никого. Успокойте ее. Вот такая реакция у наших спасителей. Вот и все. Еще раз повторюсь про количество жертв. Нам врут. Мы тут уже от 200 до 350. Возможно, больше. Скажите, пожалуйста, вас уже опрашивали следователи, полицейские? Да, следователи допросили. Полицейские приехали сюда, здесь люди. Я здесь уже часа три жду. Кто-то здесь ждет еще дольше. Нас не запускают, но как бы это, в принципе, понятно. Потому что тела просто, ну, опять же, фотографии кто-то видел здесь, заходили, видели. Ну, люди просто выгорели. Они остались заблокированы в этом телетеатре. И просто без малейших шансов. Прошла информация, что с вас брали подписки о неразглашаемой информации. Как вы знаете, с меня лично не брали. Как бы я об этом тоже слышал. Но, естественно, давайте я ее точно не буду. На ваш взгляд, кто должен ответить за эту трагедию? Самое главное, я забыл сказать, не через интернет, то есть от знакомых, которые с администрации. Что такая информация? То, что, во-первых, вы, наверное, знаете, то, что пожарная сигнализация почему-то не сработала. А не сработала она, потому что ее там просто не было. Два года ее там уже нет. Потому что наше коррумпированное общество, которое поддерживается нашим ОМАНом, ВВП, все поняли, про кого я. Которые довели страну до того, что вы сами все прекрасно знаете. Дома, эти торговые центры лепятся, хрен по имени, из каких материалов. Там стены горели. Просто стены, сипы эти панели, сэндвич панели. Пожарной безопасности не было. Ну, я видел ролик, как все это загорелось. Она не сработала вообще, абсолютно. Значит, по моему взгляду, это хозяева, арендаторы и... Ответственная служба. Те, кто закрыли, заперли дверь. Потому что мы как бы, ну там, теракт, не теракт, но... То есть, были маленькие дети, было очень много маленьких детей. То есть, вот здесь рассказывали, приехал целый автобус, там, ну, праздник, каникулы, понимаете. Дети же привезли, например, и булечка была. И воспитательницы... Ну, может быть, даже это практика такая, запирать двери там, да, что-то эти безбилетники не заходили. Может быть, это она попросила, чтобы ходить по магазинам. В общем, она уцелела, насколько мне известно. А детей, которых она группа привезла, остались там. А по новостям смотришь. Так, сколько они? 64 жертвы, детей 9 штук. Да это вранье. Это 100% вранье. И здесь вот люди видели, просто горы обожженных тел лежит. Горы обожженных тел. Все, поэтому нам врут, нам показывают. Здесь показали, одни люди подумали, что 64 здесь, здесь. А вот эти все, кому по разным сторонам объясняли, я думаю, собрать и 350 нам наперешь. В общем, торговый центр большой был. Три кинозала, там, контактный зоопарк. Про контактный зоопарк я, к сожалению, не слышал. Но вчера слышал, что вроде третий этаж, да? Да. Ну, если третий, не скажу. На втором не было бы, может, начать ряд погибших. Хотя, что верить-то? Я не верю никому. Все вот эти стоят, коррумпированные вот эти взяточники, мордовороты. Ну, как понятно, у них в своей инструкции, там, что говорить, да. Но если случилась такая трагедия, я не понимаю, почему. Ну, и забалчивайте, не уменьшайте, не говорите, что там, блядь, три семьи погибли. Там очень много жертв, очень много. У вас брали материал для переведения генетической? Нет, я здесь сюда приехал, то есть, я был в штабе. В штабе меня сюда направили. Я сюда приехал, то есть, поговорил с девочками, говорю, я приехал, вот, я хочу идти показывать. Нет, ждите вас вызову. Вот, смотрите, опять, да. Ждите вас вызову. Почему? Ну, потому что, чтобы вы не всех смотрели, то есть, вам подготовят, и вы пойдете смотреть. То есть, опять же, наводит на мысль то, что здесь здание морга уже по этим вот одной комнате. Ну, то есть, все-таки есть процедура опознания, потому что вначале говорили, что только по генетике будут. Нет, мы здесь только находимся, люди, то есть, есть необожженные тела, остались такие. Ну, в основном, просто я там был вчера, я приехал, все, наверное, вечера, и люди, их не было в контактном, ну, возможно, были, я не буду, да, говорить, потому что, ну, не дай бог, но люди, именно все, все жертвы находились в запертых двух залах киноцентра. Один был открыт, оттуда все успели выбежать, два было заперто, они ломились, сломились, ничего не получилось. Какая-то психологическая помощь вашей семье оказана была? А какая помощь здесь? Чем помочь? Ну, штаб развернули, в ребенку предлагали, кормили, кормили. Чем это дело поможет? Писководные работают? Писководные. Я правильно поняла, у вас пять человек из семьи погибли? Сопруга? Сопруга, сестра, старшая девочка, семь лет, два мальчика, пять, два года. И это был не случайный случай поджога. Поджог был, да, спора нет, но люди спаслись. Да, там кто-то надышался, люди все спаслись. Погибли только те, которые остались в ловушке. И вот, мое возмущение, я ни слова об этом не услышал, вернее, по России-24 я услышал одно право. Двери были плотно закрыты. Двери были плотно закрыты. Что значит, двери были плотно закрыты? Что в вашем понимании? Двери плотно закрыты. То есть, в смысле, дым туда не попадал? Плотно двери закрыты, это значит, щелей нет. Ну, ты можешь подойти и открыть. Двери были заперты. Это разные вещи. И все, поэтому у всех таких жертв просто у меня была шанс. Ну, а почему двери особых, к примеру, не могли вынести? Да потому что детские мультики были. Там преимущественно девочки, ну, мамы, я имею в виду, да детишки. Ну, вот так вот. Вы о трагедии как узнали? Машину. Мне жена позвонила и попрощалась. Сестра позвонила, родители попрощались. Мы звонили и говорили. Жена позвонила, последние слова ее были. Говоришь, на заперли в кинотеатре. Мы задыхаемся и убираем. Я тебя люблю. Я с ней еще две минуты был на связи, но она уже не отвечала. Я говорю, Лена там на пол, тряпки и все. Потому что там моментальное задымление было, кто ролики и видео. Просто моментально. Дыши. Дыши. Я, 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 я. Я, 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 я. Если первая бригада приехала, она, они не подготовленные были. То есть они не были готовы к этому. Ну и самый главный фактор там не было. Ванек-то ответил. Там не было пожара. То есть она не просто не сработала, потому что там что-то где-то коротнуло. То есть наши кромпированные вот эти чиновники, да, закрыли на это глаза. И вот уже, насколько последнее известно, то есть Хазиева, кстати, член Единой России, то есть перевели вот эту всю свою сферу, там, ИП, крупный, там, сколько там, квадратных тысяч, этих больше, десятки тысяч. Сколько? Чего? Квадратных метров. На каждом этаже, там, четыре. Там, нет, там больше десяти тысяч, там, не помню, там, крупный, там, говорится. И они это перевели по ДП и избежали проверки. Там, она не сработала не потому, что там что-то не так, а потому что ее там не было. Вернее, муляж, ну, не функционал, понимаете, да? Ну, вот и все. Спасибо вам за мужество, за смелость, если вам так прицепление все. Можно еще как раз зовут?